А с 1 по 7 апреля в Якутске проходит чемпионат на первенство России по Северному многоборью, где примут участие сильнейшие спортсмены из разных регионов нашей страны. Более подробно об этом мы сегодня говорим с нашими гостями. У нас в студии Иван Иванович Борисов, замдиректор Республиканского центра национальных видов спорта имени Василия Мончары. Олег Андреевич Хатанев, технический делегат чемпионата России, кандидат в мастера спорта по биатлону, председатель Федерации Северного многоборья Ханты-Мансийского автономного округа Югры. И Юлия Васильевна Осетрова, руководитель делегации Красноярского края. Доброе утро, уважаемые гости. Иван Иванович, расскажите нам, в каких видах соревнуются спортсмены ежегодно на чемпионате. Доброе утро. Ну, как вы уже сказали, у нас со 2 по 6 апреля проводится чемпионат и первенство России по Северному многоборью. Северное многоборье включает в себя 5 видов спорта. Это северный тройной прыжок, бег по пересеченной местности с палкой, метание топора на дальность, метание тензианя на хорей и прыжки через норд. Ежегодно в Российской Федерации проводится чемпионат страны, два первенства страны и Кубок России. Это официальное мероприятие. А чем отличается данный чемпионат от предыдущих? Ну, во-первых, тем, что он проводится в Якутии. Ну, на самом деле у нас достаточно много обновлений в этом году. Он, можно считать, за многие годы, но года 4, насколько я знаю точно, входит в число официальных соревнований сейчас. У нас новые правила, они подписаны, приняты буквально 20 февраля. То есть это тоже будет интересно спортсменам, потому что некоторые вещи достаточно так обновились. Принята новая система ЕВСК. По результатам этих соревнований уже действительно будут присваиваться мастера спорта, чего тоже давно не было, и разряды, спортивные разряды. А что за новые правила для спортсменов? Ну, например, как я считаю, для спортсменов наших самое главное, это по-разному считаются результаты в дисциплинах. То есть где-то это зависит от попытки, как ты ее выполнил, и дальше смотрится сперва по первой попытке, второй, третий. Где-то это зависит от показанного результата. Сравниваются результаты второй и третий, ну, при одинаковых результатах. То есть учитывая, что соревнования проходят в личных и командных дисциплинах, и считаются по-разному, плюс сумма многоборья, это дает достаточно такой простор для маневра, и командам будет интересно. А сколько команд вообще прибыло, и из каких регионов? Сейчас у нас девять регионов, где-то неполные команды, но получается, что по пять команд будут участвовать и в чемпионате, и в первенстве России. А с содействия кто будет участвовать? У нас получается где-то сейчас порядка участников, 160 участников в чемпионате, и в первенстве будет главный судья соревнований. Это Александр Жернаков, судья всероссийской категории. Да, он из города Салихарда, и Семенин Александр Владимирович, с Ханты-Монтического округа, с города Урая, он является главным секретарем соревнований. Судейский корпус как бы опытный, есть, конечно, ребята молодые, которые тоже вот с этим делом, мы их подтягиваем, чтобы шла взаимозаменяемость судей. То есть на будущее, специально на будущее, чтобы судейский корпус постоянно обновлялся, то есть нужна, как говорится, свежий молодой дух в спорте. Я, как бы, находясь уже второй день в Якутске, мы просмотрели все площадки для проведения соревнований. Так, вот как раз такая площадка. Хочу, конечно, пользуясь случаем сказать хозяевам спасибо, они подготовились хорошо, транспортная логистика работает, участники размещены в хороших гостиницах, то есть, как бы, я думаю, что чемпионат должен, чемпионат и первенство должно пойти на отлично. Ну, во всех главных спорткомплексах Якутска, да, будут проходить? Соревнования по тройному прыжку пройдет в спорткомплексе 50 лет победы. Прыжки через нарты в спорткомплексе Мадун, открытие чемпионата тоже у нас в Мадуне пойдет, а остальные виды уже на улице. Зеленый лук, местность Чурмуран и метание аркана будет на Комсомольской площади. Иван Иванович, несколько слов о нашей сборной, о сборной Якутии. Да, сборная сформирована по итогам чемпионата страны, прошли два отборочных тренировочных мероприятия, всего 22 спортсмена, с ними занимаются два тренера. Команда боеспособная, надеемся на лучший результат. Готовы? Готовы. Да, но мы в любом случае желаем каждой команде, не только нашей, отличных соревнований, чтобы удача сопутствовала всем и пусть победит сильнейший. Спасибо. Да, действительно. Спасибо. Огромное вам спасибо, уважаемые гости, что проснулись этим утром и посетили нашу огромную светлую студию. Удачного проведения чемпионата, действительно, чтобы выявили сильнейшие, да? Да. Как говорится. Отличного дня, плодотворной работы. Спасибо. Спасибо. Ну а мы с вами, дорогие телезрители, прощаемся. Увидимся завтра в 7 часов утра. Включайте телеканал НВК Саха. Встречайте утро вместе с нашими коллегами Лариной Сукуевой и Иваном Луцканом. Ну а мы передаем слово нашей коллеге Евгении Ариановой, а вам желаем всего самого хорошего и отличного настроения.